Путин так спокойно готовился к кинауграции, а тут пришла беда, откуда не ждали. Глава МИД Латвии заявила, что Украина получила западное оружие от некоторых партнеров, которые не публично разрешили наносить этим оружием удары по российской территории. Так, небось, скоро, наверное, и ядерное оружие в Украине появится. Что же Путин? Что же он будет теперь делать? Вовлечение Путина в войну, на самом деле, происходит у нас на глазах. Потому что до этого война была всего лишь элементом письменного стола, где он двигал фишки по карте, и ему полководцы рассказывали о том, насколько он велик и какие конкретно горы, рудники и запредельные горизонты он взял штурмом. Потому что вот эта война Путина, она на самом деле была практически для него игрой в монополию. То, что при этом кто-то погибал, при этом были какие-то чудовищные совершенно поступки его армии, какая-то фантастическая по жестокости и зверству карательная акция в Украине, это была строчка в докладе. Вот Путина, в принципе, это не касалось. Он утром просыпался, ему говорили, знаете, война идёт, всё хорошо, мы по-прежнему победоносны, он мог повернуться на другой бок, мог пойти в бассейн, мог намазать себе на бутерброд чёрной икры. Потому что для него самое важное было не конкретно вот эта война и продвижение войск, а политический антураж, он добавил ему веса, он сделал его человеком номер один на планете Земля, которого теперь все внимательно слушают, не особо цитируют, но, по крайней мере, на любую его бровь обязательно реагирует иногда даже в панике. То есть он действительно значимый, он такой очень серьёзный, он определяющий, кому жить, а кому умереть. И для него это было на протяжении двух лет повседневностью. И вот теперь эта повседневность начинает меняться. Вот только теперь, когда вдруг выясняется, что стабильное присутствие на его письменном столе игровых карт на самом деле скрывает за собой очень конкретные последствия. И люди заканчиваются, и техника заканчивается. И у того, на кого он напал, люди не заканчиваются, и техника не заканчивается. И теперь приходят свежие поставки. Причём это очень серьёзные, потому что, ну так почему-то получилось, что они превосходят по своим характеристикам то, что есть у оборонного комплекса России. И если раньше для Путина была отдельно его геополитическая стратегия, его вес, его значимость на планете Земля, а война это была где-то у генералов, он иногда куда-то приезжал, в тот же самый Мариуполь, например, посмотреть на него, где-то Шойгу проводил какое-то время, спрашивал там, ну что у тебя, Кужегедович? А тот говорит, да всё нормально, всё хорошо. То есть война была фоном. Теперь она становится для него очень назойливой проблемой. Это практически как камешек в ботинке. Ходить можно, но вот что-то теперь уже неудобно. И вот из этих видов неудобств, то камешек в ботинке, то как-то подковка позвякивает, то штурочек порвался, то ещё какая-то пуговичка отскочила, начинает складываться повседневность, на которую он не рассчитывал. Потому что он же на самом деле знает, вот у него есть многоходовочка, он делает Е2-Е4, а дальше в справочнике чётко написано, как должны на его Е2-Е4 отвечать оппоненты. А они каждый раз почему-то срываются с этого сценария. Но, тем не менее, это был процесс, который конкретно Путина не затрагивал. На любой вопрос, как там дела, ему говорили, всё хорошо. А вот теперь на вопрос, как там дела, отвечают. Так как-то, Владимир Владимирович, тут вот что-то... Может, с Китай съездить, а? Может, у северных корейцев ещё что-нибудь прикупить? Нам бы с индусами как-то перетереть тут по-крупному. Есть о чём поговорить, там пару контрактиков выгодных. Да и, кстати, если что, можно было бы там ещё по всяким закромам других наших союзников, там по Африке пройтись. У них тоже там автоматы Калашникова. И вот теперь на вопрос, как дела, нету однозначного ответа. Всё хорошо, Владимир Владимирович. И когда инаугурация была, собственно, самым значимым, мы бы абсолютно правильно сказали, событием, к которому он готовился, он готовил всю страну, он в очередной раз свернул её в бараний рог для того, чтобы в принципе не доносилось не то, что какого-то вздоха недоумения, а вообще шелеста. Рабы должны молчать. Россия — это как раз империя закнутых ртов. И во все времена при любом Николае II, при Александре III обязательно полагалось... В принципе, мог иметь свою точку зрения, но не вздумай её оглашать. Помалкивай. И если на тебя разнарядка не пала, длани указующие умереть тебе сегодня, то ты ещё поживёшь. И вот теперь эта картина начинает меняться, потому что всё больше тревог. И праздник инаугурации, а он пройдёт, как и полагается, в безлюдной Москве, потому что Путин очень боится людей, и в принципе люди, кто ему не нужны. Это не столько страх теракта, сколько презрение к тем, кто, ну так уж получилось, являются народом в этой стране. И когда предыдущие инаугурации были как раз в полностью зачищенном городе, в котором никто не живёт, кроме кортежа Путина и Голубого Неба, это был чёткий сценарий, когда не нужны никакие люди. И вдруг их кто-то ошибочно называет электоратом, так это наша игра, Путин-то в неё не играет. И инаугурация теперь уже, как чётко выстроенный сценарий, уже который по счёту, теряет безупречность, добавляет опять-таки тревожных нот. И ко всему прочему, после этого предстоит ещё что-то такое с 9 мая делать. А 9 мая тоже каким-то тревожным получается, потому что и вот эти войска, которые по площади идут, как-то такое ощущение, что зря они потешные. А у Путина они потешные, потому что он единственный главнокомандующий в истории планеты Земля, который принимает парады, сидя на табуреточке, в портере, как спектаклик. Смотрите, мои потешные идут, а потешные-то об этом помнят. И получается, что он выбрал только единую стратегическую линию. Я велик, планета Земля моя. А тут ему действительность постучалась. И эта действительность как-то не радует. И что с этим делать, у него ответа нет, потому что мы видим, у него подводная лодка утонет, а он только плечами пожимает, потому что у него очень небыстрая реакция. Он понятия не имеет, что с этим делать. Вот когда в клубе, в ГДР, например, протекла крыша, тогда понятно. Это спецоперация по латанию крыши. А когда утонула подводная лодка или случился теракт, неважно какой, Норд-Ост или его повторение в Крокусе, понятия не имеют, что делать. А вот сейчас полстраны утонуло. Вообще непонятно, что делать. И, кстати, после того, как полстраны утонуло, другая часть страны обязательно сгорит, потому что по весне в России так принято, она горит. И она обычно всё лето горит. И он опять не будет знать, что делать. И до инаугурации бы дотянуть, разлить бы по три бульки на брата, чёрной икоркой закусить, а вот что делать дальше, непонятно. И теперь у нас с вами есть информационная возможность, переспрашивая вежливо друг друга, чтобы на самом деле ретранслировать этот вопрос Владимиру Владимировичу. Володь, а делать-то ты что будешь? Если раньше мы понимали, что его это не касается, наш вопрос оставался нашим вопросом. А вот теперь этот же вопрос, неважно, от нас ли он прилетел, для Путина является очень серьёзной проблемой, потому что у него нет ответа. Ответ. Возможно, ответ ему дадут те россияне, которые сейчас живут в Крыму или едут туда на отдых, потому что тут посол Литвы в Швеции, Ленкявичус, он патролил россиян, и я считаю лично Путина, потому что он опубликовал коллаж, фото моста и запуска ракеты, подписав, если у кого-то не было возможности сфотографироваться на мосту, время ещё есть. Ну, конечно же, в ответ на это сразу была реакция России. Первый зампоспред РФ при ООН заявил, что сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют обо всех подобных оплошностях. Это о каком судном дне, говорит Полянский, всё о том же, что когда-то и Медведев угрожал? Это как раз вот та самая игра о том, что мы ещё всерьёз не начинали, что если уж мы своей дубиной карающего гнева наконец замахнёмся, так оно и, естественно, будет иметь какие-то последствия. Хотя уже в течение двух лет понятно, что в принципе не сводятся и не сводятся концы с концами, и не получается. Заявка второй армии мира, подтверждённая какими бы то ни было серьёзными действиями. Тушёнка на фронте есть, всего остального нет. Но здесь интересно другое. Казалось бы, нейтральные страны, так уж получилось, что в том числе страны ПАЛ-7, они вели себя настороженно, но при этом достаточно тактично, и в общем-то они не обозначали своих тревог по поводу России. Потом, по осени прошлого года, возникло всё-таки понимание того, что нужно строить линию Маннергейма. И три министра обороны Литвы, Латвии и Эстонии встретились, пожали друг другу руки и начали готовиться к войне. И Новый год уже во всех трёх странах Балтии проходил с тостом за победу, потому что было понятно, что война неизбежна. Но и это тоже не выводило политику на уровень обсуждения. А вот теперь, когда министры позволяют себе троллить Путина и делают это очень как раз остро, потому что Крымский мост, любимая игрушка Путина, одна из любимых, по крайней мере, это говорит о том, что из нейтрального статуса чур меня, чур меня, чур меня выходит всё больше и больше стран. А что произошло? Ведь Путин по-прежнему неуспешен на фронте. У него по-прежнему не хватает ни людей, ни тушёнки, ни снарядов, ни танков, ни самолётов. И союзники, которые готовы повоевать, отвлекая на себя внимание, ну, тот же самый Иран, при этом также безуспешны. Но что-то изменилось? Ведь почему-то же политики начали очень резко и очень конкретно высказываться, на чьей они стороне. А изменилось, на самом деле, в Европе то, что Макрон объяснил, и его услышали, что это Третья мировая война для Европы. И Польша попросила ядерное оружие на свою территорию, а все как-то упустили из виду, что на протяжении последних нескольких лет ещё до войны в пяти странах в Италии, в Германии, в Бельгии, в Турции и в Голландии размещено ядерное оружие США. Причём в той упаковке, в которой оно будет очень быстро доставлено адресату. И Европа-то на самом деле давно ядерная. И вот Польша теперь, которая сказала «А дайте ещё и нам!» И Франция, которая поддакнула и сказала «Наша оборонная доктрина, она подразумевает единство всех на фронте, но мы тоже при этом готовы поделиться своим ядерным оружием в пользу кого?» Ну, понятно, что не в пользу России. И вот когда в течение двух лет Европа не замечала войну, политики, конечно, сокрушались. Польша распростёрла объятия и приняла миллион украинских беженцев. Молдавия приняла, Румыния, Болгария. Но это было на уровне гуманитарной катастрофы, которую предотвратили, обогрели, накормили, приютили. И это было не столько внешней политикой, сколько реакцией добрых соседей на беду у тех, кто живёт рядом. А вот теперь мы наконец-то видим, что из состояния оцепенения и нежелания видеть войну Макрон вывел Европу. При этом ещё Германия благодаря своему Шольцу показала, что не повезло Германии. Ну вот у неё сейчас трус. Конкретная тряпка наверху, которая изображает из себя канцлера. А остальные ребята очень даже задиристые. И как-то так не складывалась картина того, что в Европе может быть некая единая позиция. А вот теперь выясняется, что она есть. И страны Балтии очень чётко обозначают наличие этой позиции, силу этой позиции и однозначность этой позиции. Там нету разночтений. Там нету лебедь, рак и щука, когда ну вроде бы все за, но при этом вы знаете, посмотрите на Германию, она же Тауруса не даёт, но при этом Америка Атакамсе даёт. Вот этого нет. После того, как выяснилось, что оказывается боевой дух генерала Деголя Франции свойственен и передаётся по наследству и Макронову совершенно чётко распаковал из пакетика, примерил на себя и сказал «Шашки вон, голубый марш, пленных не брать». Европа очнулась. И после этого мы увидели в том числе такие элегантные варианты троллинга, когда министры иностранных дел говорят «А вы знаете, тут у вас кажется Крымский мост, а не хотите ли на память сфотографироваться?» Прежде это было бы практически вызывающим, а сейчас это просто лёгкий довесок к тому, до чего уже договорилась Европа. А Путин этого ещё не понял. Если Европа договорилась, сможет ли тот же Макрон Си Цзиньпинью объяснить, что это уже Третья мировая война? Макрон не будет услышан, потому что у Франции и у Китая разная внешнеэкономическая ситуация. А вот Блинкин, который прилетал в Пекин, он как раз прилетал для того, чтобы передать чёрную метку и включить счётчик на 180 суток. И именно поэтому российская пресса сказала, что посрамлённый Блинкин уехал из Китая, не добившись абсолютно ничего. Вот именно потому, что не посрамлённый и именно потому, что добился. С точностью да наоборот. Если российская пресса заявила, что Китай не внял, и Китай вежливо накормил его макаронами и отправил обратно, в действительности Китай очень сильно вздрогнул, потому что Блинкин приезжал не для того, чтобы просто засвидетельствовать. Он передал последнее китайское предупреждение. У вас 180 суток на то, чтобы прекратить поддержку фашистского режима России. и Китай, у которого абсолютно всё, что он делает, имеет с целеполаганием Америку. Бизнес, экономика, юани, доллары, Америка. Всё остальное это гарнир. Европа это гарнир, Юго-Восточная Азия это гарнир, а Африка, которую они покупают, да, пожалуй, вот это будет тоже через какое-то время основное блюдо. На сегодняшний день Америка. Если Америка поднимет бровь, у Китая закончится экспорт. У Китая уже была такая проблема. В 2008 году они как раз в связи с международным кризисом экономическим, всемирным, охватившим всю планету Земля, столкнулись с тем, что абсолютно всё, что они производят, они производили на экспорт, никому не нужно. Ну, потому что рынки закрылись. В силу объективных экономических причин. И тогда Китай мудро решил, что раз у нас производство существует, давайте мы его переориентируем на внутреннего потребителя. Другое дело, что внутренний потребитель к этому не готов. Потому что внутреннему потребителю всё это не то, что не нужно, оно просто не по карману. Но именно вот сейчас мы видим экономическую стабильность Китая и определённый расцвет, потому что у него было 15 лет у Китая для того, чтобы внутри страны сформировать экономические предпосылки для потребления производства, результата товаров, продуктов производства. То, что делает Китай, он теперь готов делать и на экспорт, и для себя. Но тем не менее, он экспортно очень зависим, он уязвим, и он не сможет выстоять только пошив 25 миллиардов штанов для внутреннего потребителя. Построив 300 миллионов автомобилей для внутреннего потребления. И всё остальное, что делает Китай, это должно уйти в Америку, если Америка этого не принимает, или наоборот. Америка не против, но так получилось, что все остальные отказались. Америка управляет миром. Америка может договориться так, что все остальные контракты почему-то рухнут. И вот у Китая очень серьёзная проблема. Китаю есть, что терять. И Китай в противостоянии с Америкой по-прежнему уступает и очень сильно уязвим. Франция не имеет такого веса. И Макрон в данном случае может выступать как Деголь, потому что Деголь это человек, который в отличие от Франции войну выиграл. Франция Вторую мировую проиграла, а Деголь её выиграл. Ну, в силу того, что это был совершенно уникальный человек, с уникальным характером и совершенно невероятной боевитости, когда он умел воевать даже при абсолютно отсутствующих вариантов каких бы то ни было надежд на победу. Понятно, что все проиграют, но кроме Деголя. И тогда выяснилось, что Франция на самом деле победитель во Второй мировой войне. И она даже была на подписании пакта о безоговорочной капитуляции. И после этого она как раз вошла в Совет Безопасности ООН, потому что это Франция, которая выиграла войну. Вот эту роль может выиграть, сыграть, исполнить Макрон в одиночку. Безотносительно Франции. Насколько он успешен, талантлив и будет в этой роли принят, в ближайшее время мы увидим. Но в целом ситуация Франции не такая, чтобы диктовать Китаю. Вместе с Америкой бесспорно. И продиктуют, и согнут в баранье рог Китай. Кстати, в Wall Street Journal пишет, что Китай пересек красную линию Байдена по отношению к Украине. Издание считает, что КНР сейчас является поставщиком номер один военно-промышленной базы РФ. И это обладает материальным эффектом, поскольку коренным образом изменило ход противостояния. Неспособность предпринять решительные действия против Китая сейчас откроет путь к победе России в Украине. То есть, через 180 дней все может измениться? Не настолько сильно, не настолько заметно, потому что Китай очень давно работает на Россию. И в китайской военной форме воюют в том числе зетовцы, потому что идут просто конкретные поставки всего этого, снаряжения, формы, оборудования. Ну, не говоря уже о том, что и современные ракеты, тот же самый Кинжал, они летают благодаря помощи Китая, потому что микросхемы, проводка, вот вся электроника, Россия, она же не выпускает электронику, она ее все время покупала. И изначально российское оружие было построено на западной элементной базе. Западной элементной базы теперь нет, она идет только через Китай, через посредников, благодаря Китаю, при помощи Китая, благодаря логистике Китая и так далее. То есть, так или иначе, теневое существование поставок есть. И через 180 суток глобально мы ничего не заметим. То есть, не будет метода стоп-крана, когда вчера летел самолет и вез новые айфоны для жителей Москвы, а потом вдруг он развернулся и сказал, нет, Москва остается без айфонов. И те же самые микросхемы, на которых летают Кинжалы и Искандеры. Нет, этого не произойдет. Тем более, что Россия, она очень изворотливая. Россия, она во все времена жила за железным занавесом, тем не менее, это же не мешало Советскому Союзу при социализме, находясь в конфронтации со всем внешним миром и постоянно дергая за хвост льва, все-таки получать для своего употребления все, что нужно. От джинсов до технологий. Когда не продавали, тогда воровали. Либо нанимали посредников. И Советский Союз, он имел доступ абсолютно ко всему в мире. Граждане? Нет. Люди были нищие, люди были несчастные, люди были плохо одетые, люди были ненакормленные. Это не значит, что Советский Союз не имел возможности. Когда тому же самому Курчатову понадобился, например, урановый обогатитель, ему понадобилась центрифуга для обогащения урана, он попросил Судоплатова ее украсть. Ее украли. И заказ был размещен потом на Горьковском автозаводе. И Горьковский автомобильный завод всю жизнь гордится, что он в ядерной программе Советского Союза принимал очень серьезное участие. Есть даже письмо, написанное от руки. То есть не на машинке, уж тем более не на компьютере, а от руки с благодарностью Судоплатову от Курчатова, который благодарил его за кражу этой очень серьезной оборонной технологии, кстати, неплохо охраняемой Соединенными Штатами. Поэтому через 180 суток какого-то очень ощутимого результата мы не увидим. Но при этом сокращение оборота легальных поставок мы увидим задолго до истечения периода в 180 суток. И потом все зависит, на самом деле, от намерения Америки одно дело угрожать, другое дело исполнять. На протяжении двух лет Советский Союз, нынешняя Россия, имеет доступ ко всем технологиям, из которых получается оружие. И это известно. И тот же самый Иран, который помогает свои шахеды превращать в Герань-2, он тоже работает на элементной базе американской на протяжении всех этих лет. И Америка ничего не сделала для того, чтобы лишить Иран доступа. Но вот теперь, уже закусив узела, вполне возможно, что Америка разберется на своем заднем дворе. тогда это произойдет еще рикошетом и с Китаем. И вот тогда действительно у России начнутся трудности, потому что купить будет совсем тяжело. Не вопрос денег. Если надо, Россия всегда будет при деньгах. В конце концов, если она умеет торговать наркотиками так, как мало кто другой в однопланете Земля, и бортом номер один возит из Аргентины опиаты в Россию, в Европу под прикрытие ФСБ, а заодно и ЦРУ, то она будет всегда при деньгах. Но поставки товаров до войного назначения, технологий до войного назначения, товаров до войного назначения постепенно будут сходить на нет по мере того, как Америка будет этим заниматься. Вот если она уже начала, она знает свой следующий ход и после черной метки у нее есть конкретный план действий, тогда мы действительно увидим очень серьезный результат. И у России останется северокорейское оружие, немножечко со складов в Приднестровье, там все-таки довольно большие. Ну и где-нибудь там еще по Африке какая-нибудь там страна, в которой завалялась, не все друг друга съели, там что-то где-то есть, и это тоже будет аккуратненько подметено, тем более, что по Африке ходят непрекаянные дети лейтенанта Шмидта, они же те же самые оставшиеся сиротки после Пригожина, их можно вот какого-нибудь дела, например, представьте себе, ребят, давайте тут пушки поищем, снаряды поищем, Катюша поищем, все для фронта, все для победы. Ребята справятся, ЧВКшники, они в этом отношении, ребята изобретательные, беспринципные. Но будет действительно трудно. Зависит от Америки. И Блинкен, поскольку на высшем уровне прилетел для того, чтобы ультиматум передать, хочется надеяться, что имел еще пару козырей в кармане, которые, конечно же, мы узнаем вот через 180 суток. Лаврову пришлось оправдываться за произвол силовиков гражданам Таджикистана. Он объяснялся перед своим коллегой и говорит, что задержание тысяч иностранцев из Азии на пунктах пропусках в России это временная мера, принятая после теракта в Крокус-Сити-Холле. Она направлена, она не направлена против конкретной нации, объясняется Лавров. И мы помним, что накануне МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за массовых случаев задержания и проявления негативного отношения к таджикам. Таджикистан, ну, как мы знаем, является другом и союзником России по ДКБ, но, как вы думаете, это Россия вообще решила стать полным изгоем, потому что с Арменией что-то не получилось, с Казахстаном тоже напряженка? Когда посол Таджикистана вознамерился передать какую-то ноту Министерству иностранных дел России, там еще иной раз громко засмеялись, потому что воспринимать Таджикистан самостоятельной стороной, а посла дипломатам там не то, что не принято, там даже и не собирались. И Российская империя в те времена, когда она еще имела черту оседлости, когда евреи были безмер второго сорта и мало что позволялось, она формировала в людях не только антисемитизм, но и расизм. И инородцы на Руси во все времена были люди второго, третьего и пятого сорта. И Таджикистан не страна для лавров. И извинялся он очень условно только в силу того, что при этом он свою знаменитую фразу про то, что все вокруг он произносил тихо так, чтобы никто в микрофон не услышал. Отношения это не меняет. И Россия в принципе не собиралась никогда выстраивать каких-то дипломатических отношений на равных с Казахстаном, с Таджикистаном, с Арменией. Они вообще никто, об них вытирают ноги. Для величия России это абсолютная норма. Вы вчера были никто, но были у нас тут, если что, на задворках. Вы завтра будете никто, и опять-таки остаетесь на задворках. И вдруг выясняется, что там есть какая-то внешняя политика Таджикистана, у этих людей почему-то свои паспорта, и у них есть какие-то права, и в общем-то они, каждая личность, их нужно уважать. Это где? Среди русских-то? На Руси? Это с какой стати? И говорить о том, что вот теперь может измениться в том числе расклад сил в ОДКБ, но ОДКБ совершенно конкретно показал, что это такое. На примере Армении и Азербайджана. Армению совершенно спокойно сдали, потому что в этом было невыгодно. Николай II, кстати, не был таким. Он Армении очень сильно помогал, потому что геноцид 15-го года спас огромное количество армян, когда Россия, Николай II, конкретно вдоль границы раскатировал казачьи части, открыл лагеря беженцев, принимал всех, кормил, лечил, тут же выдавал документы для легального пребывания в российские перья. Пожалуйста, вы из Турции приходите в Россию, живите, вот вам все, что для этого нужно, но вы спаслись, уже хватит горе хлебать. Это был, наверное, последний вот такой момент конкретной улыбки на уровне империи и внешней политики, когда за людей принимали тех, кого впредь людьми, конечно же, не считали. С тех пор мало что изменилось, поэтому Россия чувствует себя владельцем, у которого почему-то украли Казахстан, Таджикистан, Армению, и Грузию, кстати, тоже украли, и Грузию уже за это один раз доказали, за то, что вдруг воровство произошло Грузии из кармана России. С тех пор ничего не изменилось, с тех пор ничего не изменится, и Россия, в принципе, не собирается утруждать себя какими-то очень серьезными политическими усилиями для выстраивания добрососедских отношений с теми, кого она не считает равными. Это кто такие? Это люди второго сорта? Это что, действительно существует в Таджикистане в Министерстве иностранных дел? Ха-ха-ха, в каком месте смеяться? Еще какое-то время в это поиграют ровно настолько, насколько это чтобы выгодно, но приемлемо. Потому что если в какой-то момент, ну, предположим, нужно будет за что-то просить прощения у таджиков, у армян, у узбеков, у казахов, об них вытут просто ноги, Россия не извиняется. Даже если Россия совершит что-то совсем чудовищное, что-то невыносимое, что-то непоправимое, что-то совершенно ужасное, да она вправе, да потому что это ее, и вы все, тем более таджики, которые в России дворники. Вы кто такие? Вы нация дворников? Вы приехали сюда подметать улицы и после того, как мы вас тут пинком взад скажите спасибо, что танками не задавили, согнали в лагеря, сняли с рейсов и там сейчас как-то с вами что-то делаем, это потому что вы все террористы, а разбираться вы не будете. Для России это абсолютная норма. То, что это выглядит абсолютной дикостью, то, что это неприемлемо, то, что тут даже не обсуждается, что таджики тоже люди, то есть это аксиома, они люди, но в России так не считают. Поэтому в принципе не может быть никакого изменения, когда вот после таракта в Таджикистану и таджикам стали относиться как-то иначе. И вот теперь как-то очень грубо себя повели и это осложнило какие-то отношения и теперь надо бы их исправить. Ничего подобного. Как Россия презирала всех остальных? Россия, она присмыкается перед Западом, она повернута в Европу, она готова валяться в ногах у Америки. Американские джинсы во все времена были мерилом успеха. Хлопок из Таджикистана ни в коем случае. И поэтому ничего не поменялось, но просто Лавров это человек, который должен свой расизм аккуратненько отложить в сторону и изображать то, что приказано. приказано в данном случае с серьезным лицом выстраивать какое-то выражение этого лица в отношении Таджикистана. Через пять минут это все смоет и нужно будет вытереть ноги еще раз в вытрут. Потому что есть Великая Россия, а все остальные никто. Сергей, я хочу с вами еще обсудить вот, кстати, про Великую Россию. Это безумие, которое происходит в Москве. Там оккупанты организовали выставку западной техники, захваченную в Украине. И вот для красоты парада своего мракобесия они устроили показательное сгибание пушки немецкому леопарду. Это вообще что и зачем и для кого? Россия все-таки живет вчерашним днем, потому что сегодня не удалось, а завтра мрачно. Но со времен предыдущей войны, в которой Советский Союз принимал активнейшее участие, в том числе и как подстрекатель, осталась привычка тешить себя какими-то трофеями той самой войны. И трофеи всегда должны обязательно выглядеть не парадно. Они должны как знамена означать поверженность врага. И если у пушки, изготовленной немецкой компанией Rain Metal ствол, согнуть невозможно, ну потому что это очень трудно, значит мы все-таки будем его гнуть об коленку, потому что а что это, он тут так жизнерадостный и жизнеутверждающий торчит. А мы должны показать. А дальше включается стереотип. Вот как, например, в 1904 году Российская империя решила ввязаться в войну с Японией. Почему? Потому что Япония узкоглаза, плосколица и кривонога. Враг он всегда недостоин, враг всегда окарикатуривается, враг не может быть героем. Почему при советской власти такое сильное впечатление на людей произвёл фильм «Белое солнце пустыни», потому что там оппонент был равным. Абдулла оказался героем, Абдулла оказался личностью. Враг никогда не имел права в кинематографе быть личностью. Он имел быть право только слабым фоном, очень неудачным, герою, который его побеждает. У России, у российского человека, у советского человека, у русского человека этот стереотип воспитан всегда. И поэтому если вдруг где-нибудь ему предъявят опрятного врага, это уже странно. Или, например, западную технику, которая не изуродована, это тоже странно. И ведь не случайно ворвавшись в Украину русские карательные отряды всё именно уничтожают. Они же, захватив эту территорию, оккупировав её, по идее её присвоили. Ну вот ты ворвался в украинское село, ты увидел какие-то опрятные дома, и зачем ты уничтожаешь? Ты присвои это себе, ты прикармай. Смотри, какой хороший дом. Зачем ты из него выдёргиваешь унитаз и стиральную машину, чтобы оттащить себе куда-нибудь в свой усвистюйск? Вот ты захватил это, так ты давай перевези сюда семью и как оккупант наслаждаясь вот этой цивилизованностью, вот этой белой красивой хатой, вот этим пейзажем. Нет, ни в коем случае. Там, где ступила справедливое возмездие Российской империи, всё должно быть изничтожено. И тут вдруг танк Леопарду, которого в том числе понятно, что он и на ходу и ещё выстрелить может. Недопустимо. Имидж должен оправдывать стереотип пропаганды. Именно поэтому русский солдат, ворвавшись на чужую территорию, первым делом уничтожает всё вокруг. Недопустимо, чтобы цвели цветы, потому что это вражеская территория. А на вражеской территории мы знаем, что там все слабаки, там всё плохо и цветы там не растут. Если они растут, значит мы их залиём кислотой. Именно поэтому и танк ни в коем случае не должен быть с ровным стволом. И вообще мы знаем, что Российская империя это оплот справедливости, все вокруг неправы, и самое главное, что они, посмотрите, какие все плохие, кривоногие, плосколицы и узкоглазые. С 1904 года понятно, чем это заканчивается. Но они как-то в ноябре 1923 года были очень возмущены демонстрацией трофейного российского танка в Хельсинки. Писали, что это ужасно, недопустимо, это разжигает ненависть. А вот когда они сделали трофейную технику, этот парад в Москве, то это блестящая идея, это скрепно, это способствует миру. Вот это какая-то другая реальность? Это они ещё не про все танки знают, потому что на самом деле подбитая российская военная техника, она была не только в Хельсинки, а в Вильнюсе, например, на Центральной площади тоже выставили подбитый российский танк. И вообще это норма цивилизованной Европы показывать разбитую российскую технику, именно потому что Европа очень чётко определяет, начиная на стороне. Но Россия же, она не подразумевает, что может быть какое-то равноправие. Есть Россия особый мир, где все всегда правы, и все остальные, которые убогие, слабые, никчёмные, поэтому их можно попирать, с ними можно не считаться. Пример таджиков тому как раз наиболее показательным. Вы кто такие, чтобы в принципе чего-то хотеть? И поэтому, конечно же, здесь включается ещё вот этот сценарий, который близок к тем же самым исламистам. Не исламу, а именно, что исламистам. Как ты смеешь мной не восхищаться? То есть, если России кто-то не восхищается, тем более в таком геополитическом контексте, значит, он враг. И поэтому, если в Хельсинки выставили танк, то это разжигает. А в России, слушайте, это скрепный обряд, мы так с 44-го года, с 43-го года так живём, потому что подбита немецкая техника, она была в центре Москвы, свалена кучами, но всеобщее обозрение давным-давно и так принято. Собственно, и с Наполеоновской войной то же самое было. Стволы, орудия наполеоновской армии тоже были предъявлены московскому обывателю. Ну, после того, как сгоревшую Москву более-менее как-то починили. Мир трудмай в России должен был быть, но что-то не случилось, и слово «мир» не прошло цензуру, потому что все плакаты, которые сегодня там демонстрировали, были без этого слова. Ну, и также некоторые участники первомайского митинга выходили с плакатами о достойной зарплате гражданскому персоналу Министерства обороны России. Конечно же, они выходили с символами так называемой СВО, писали там на плакатах «защита», «занято» с этой «зеткой». В первый год войны, мне кажется, слово «мир» еще было разрешено. Это в России наконец-то поняли, что «мир» и «Россия» слова несочетаемы? А вот это двойство, конечно, удивительно. С одной стороны, все делают вид, что, во-первых, это справедливая война, и Россия всегда права, а с другой стороны, Россия делает вид, что ничего не происходит, поэтому она не отменяет старые привычки. Театральные постановки, какой-то там гергиев с концертами. Вроде как живем нормально, и где-то там еще доколачиваем за околицей фашизм, причем почему-то на чужой территории, а не на своей. Ну, нас вынудили, нас заставили и так далее. И вдруг, когда начинают отменять вот такие намеки, то это получается, что у вас диссонанс чисто психиатрический. То есть вы с одной стороны говорите, что вы за мир, и вы на протяжении двух лет объясняете, что то, чем вы занимаетесь, это миролюбивая внешняя политика. Просто справедливость потребовала от вас, чтобы добро было с кулаками, поэтому в Украину как раз пришли и принесли мир. Отменяя мир у себя, вы запутались в показаниях, вы за мир или против мира. То, что вы делаете, это всегда мир, в данном случае это война, или это не всегда мир. И когда вы отменяете вот этот давно существовавший, именно атрибут советской власти. Первомай при Николае Втором никто не отмечал. Это именно признак совка. И у этого совка у него были свои стандарты. Мир Трутмай являлся отправной точкой этих стандартов. Все советские газеты к Первому мая обязательно печатали лозунги. Обычно их было там по 70, по 80 лозунгов. Там они были какие-то все дикие, они все такие были глупые, пропагандистские. Начинались они с Мир Трутмай. Это традиция. Иначе это не праздник труда. И это не праздник в принципе. И когда вы отменили слово «мир», то вы тем самым признали, что вам это слово болезненно. Что вы на самом деле злые и нехорошие, а не добрые и справедливые. И если слово «мир» для вас теперь уже ругательство, и за слово «мир» вы раньше сажали в тюрьму, отводя глаза в сторону, то теперь вы убрали его как официальный символ праздника, абсолютно пустого, ничем не наполненного. и начинаете уже откровенно мстить и наказывать тем, кто слово «мир» произносит. Не говоря же о том, что пишет. Вы всё-таки тем самым своё психиатрическое заболевание усугубляете, или вы наконец просто признались сами себе, потому что вы негодяи. И в том, что вы обманывали и себя, и других, но теперь себя перестали обманывать. Это говорит о том, какой очень серьёзный психиатрический диссонанс в российской пропаганде. И, конечно, это смешно, когда слово оказывается настолько серьёзным и показательным, что вы пытаетесь его замазать, сделать вид, что у него существует целого понятия, которое это слово означает. Но это к разговору о том, почему как раз в России журналистов сажают, обывателей за репост сажают, и почему все обязаны молчать. Потому что слово — это оружие. В данном случае слово в обычном контексте пропаганды Советского Союза и России вдруг оказалось оружием против того, кто его всегда писал на плакатах. Это на самом деле высшая степень цинизма, переходящего в невероятную степень иронии. А Виктор Гюго в своё время говорил, свобода начинается с иронии. И вот здесь такая удивительная ирония. И ещё про иронию. Вот я вспоминала о том, что некоторые демонстранты вышли и просили, чтобы им подняли зарплаты. Те, кто работает, в Министерстве обороны или на Министерство обороны. Но мы же знаем, что там сейчас происходит, там этот коррупционный скандал. Мне кажется, где зарплаты этих людей и так всем понятно. Но я у вас вот о чём хочу спросить. Всё-таки эта история с Ивановым подошла и к Шойгу, потому что тут ещё одного заместителя допрашивают. К Сергею Кужегеновичу не имеет никакого отношения. Это друг Путина, с ним всё хорошо. Что бы ни происходило, как бы табуретка не горела, как бы не вспычивала шапка на голове у Сергея Кужегеновича, с ним не произойдёт никогда и ничего. Потому что его судьба зависит от воли только одного человека, который его в это кресло посадил, а до этого обеспечивало ему другие назначения, другие кресла. И это ни в коем случае ни подкоп от неприкасаемого и никогда ни в чём не пачкающегося министра обороны, а через какое-то время он может быть министром чего угодно ещё. Он, в конце концов, может оказаться и преемником, потому что из него будет хороший Путин 2.0. Почему бы и нет. И вот то, что сейчас происходит в Министерстве обороны, это немножко другая история, но когда там внутри пауки в банке передрались, передрались настолько конкретно и настолько жестоко, что у них уже начинается кровавая расправа, и кто-то пошёл под нож, невозможно этот скандал скрыть, и ему нужно какое-то легальное обеспечение предъявить обществу. И как обществу сказать, что мы конкретно взяли и Тимура Иванова посадили за то, что он попытался у ФСБ перехватить кусок пригожинского наследия. А какое пригожинское наследие? А давайте разберёмся. Общество это не касается. Податной народ не смеет задавать вопросы. Но есть конкретно делёжка того, что осталось от Пригожина в Африке. От него осталось довольно много. Не только алмазные прииски, но и несколько приватизированных государств. И Иванов полез, попытался цапнуть зубами, ему по этим зубам прилетело. И для того, чтобы его унять, его посадили. А когда посадили, стали подбирать состав преступления. Вот за что можно посадить Иванова? За переход на красный сигнал светофора нет, неудобно. Так, значит, сестерёнку в детстве мучил, харассмент тоже не подходит. Что ещё у нас? Педофилия, любимая статья. Нет, она политическим обычным, у нас все политические занимаются этим. Так, за что же его посадить? Ну, давайте, что ли, так уж и быть, за, ой, как страшно сказать, за коррупцию. Коррупция является системообразующей в России. Если нет коррупции, то нет нынешней России. То есть, посадить за коррупцию то же самое, что таксиста посадить за выход в рейс. Он работает таксистом. И поэтому министр, любой министр России, он работает коррупционером. Просто он называется министр торговли, министр обороны, неважно, чем он называется, он занимается тем, что он, как коррупционер, обеспечивает работу механизма коррупции. За это невозможно посадить в России, за это можно только наградить. Причём очень серьёзно. И когда Иванова вывели с поля, нужно для сообщения ТАСС перед взволнованными гражданами какой-то текст. Какой? Ну, он у нас, ну, он, знаете, воровал, наверное. Ой, как смешно. И что он украл? Миллион рублей. Он миллион? У него миллион на скрепке, он на сигареты с утра в карман кладёт миллион, чтобы просто, когда он дойдёт до метро в обеденный перерыв из главного своего управления, чтобы просто купить пачку сигарет, ещё там что-нибудь, кофигу попить. Для него миллион, это даже не деньги, это даже не мелочь, выпавшая из кармана. За это посадить очень странно. Но нужно сформировать хорошее уголовное тело. В нём должны быть фигуранты. И поскольку Министерство обороны в лице Иванова полезло делить имущество, которое принадлежит ФСБ, ФСБшники наконец-то выпросили себе право и сказали, слушайте, ну можно мы уже, Африка же наша, наша, можно мы уберём конкурент? Ну ладно, убирайте. И после того, как Иванова взяли и посадили, сейчас шьют дело из материалов заказчика. И для этого нужны фигуранты. Поэтому решили, что будет, ну так уж и быть, коррупция. Тогда посмотрим, кто у него был в подрядчиках, кто исполнял его заказы, и давайте тогда из них уже, ну какую-то там устойчивую преступную группировку, какие-то там коррупционные связи. Работайте и начали работать. Именно поэтому хватают каких-то исполнителей, которые имели какие-то подряды. Вся Россия из этого состоит. Ты можешь прийти абсолютно в любое место и в чистом поле развернуть хорошее уголовное дело, в котором у тебя будет сотня фигурантов с одинаковым совершенно составом преступления. Вот Иванова сейчас собирают дело и собирают свидетелей. Ну потому что как-то странно было бы Иванова выпустить, а тут и его не выпустят, и свидетелей не выпустят, и остальных обвиняемых по делу, которых сейчас срочно целый гербарий соберут, тоже не выпустят. Это послесловие. Задача уже выполнена. Иванов обезбрежен. Он подумал, что он друг Шойгу, наверное, третий человек на планете Земля, первый Путин, второй Шойгу, третий он. Нет. Надорвался на жадности. Не надо было. Воровал в своем Министерстве обороны. Спокойно бы воровал дальше. Никто тебя за руку бы не вздумал схватить. Ты полез до чужого, поэтому получил, и теперь будут еще какое-то время добирать коллекцию фигурантов абсолютно любых. По любому направлению. Из стройкомплекса, из поставок, из переработки, из стройматериалов, из пошива шинели, из чего угодно. Теперь годятся все. И под это дело там происходит сведение личных счетов, потому что мы не любили того, а он нам дал маленький откат, а в прошлый раз он в тендере выиграл, потому что он дал большой откат, а мы проиграли. Вот это все сейчас они там тихо друг друга перережут. Ну, мы просто с удовольствием посмотрим на то, как очистили министерство под новое назначение точно таких же ворюк и коррупционеров, которые придут, просто это будет креатура других людей. Например, там Марата Куснулина какого-нибудь или еще кого-нибудь. Найдется, конечно же, на эти миллионные бюджеты, которые прекрасно распилят. То, что мы сейчас видим, это заднее число формирования уголовного дела с убедительной доказательной базой. Просто интересно, а чего ж так слабо взяли? Коррупция, это же действительно очевидное дело. Мне кажется, более эффектно было, если бы там государственная измена. Тогда, с одной стороны, дело сразу засекречивается и не получается отрубить головы своим личным рогам. Ну, там, не поделили любовницу, там, одна секретарша на двоих. Когда все это скрыто, очень тяжело договариваться о том, что, слушайте, вот того полковника, давайте его тоже, ну, потому что мне она нравилась, а ему она тоже нравилась, но он полковник, а я подполковник. Давайте, наконец, когда все это скрыто, не так звонко летят головы, потому что, нет, ну, зачем? Давайте мы договоримся, давайте мы с нему возьмем откат. А когда ты берешь откат, он остается на месте, а тебе нужно ему отомстить. А вот когда это формируется в большое уголовное красивое дело, и у него нету никаких опасных подводных камней, потому что госизмена, это опасно, а коррупция, это безопасно. Значит, мы в эту коррупцию, аккуратненько, в эту коробочку с коррупцией, складываем всех, кто нам не нравится, всех, кто перебежал дорогу, всех, кто просто лично нам уже надоел, и аккуратненько их там препарируем, мелко шинкуем, и в перемешку с теми материалами, которые мы на них накопаем. Именно поэтому, с одной стороны, казалось бы, на потеху публике какая гласность, какая борьба, и самое главное, с чем? С тем, что так презирает советский народ, он против коррупции, хотя в России как раз почему поддержку Путина, потому что любой понимает, что посадим меня на место Путина, я бы украл еще больше, и своих бы детей пристроил, и своих друзей бы пристроил, и родственников бы пристроил, и жена бы у меня, если что, за иностранца бы замуж вышла, потому что самое выгодное, что может быть, я бы свои деньги в Макао хранил, конечно, в золотых слитках, только просто меня не допустили, а его допустили. Собственно, за коррупцию поэтому и не сажают, но принято хлопать в ладоши по этому поводу, и мы с вами видим удивительный спектакль, не имеющий никакого отношения к действительности, и, как говорил Станисков Ежи Лет, в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Сергей, огромное вам спасибо за интересный разговор, и за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю хорошего дня, и напомню, что Сергей Слонян был с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте подписываться на наши YouTube-каналы, ну и, конечно, поддержите наш разговор своим лайком и комментарием. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей, и берегите себя. До встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok